здравствуйте приветствую вас на youtube канале про цветок сегодня работает ученый агроном ломанов петр о чем поговорим тема сегодняшнего занятия какими заботами окружить картофель в августе потому что здесь наших дашников есть очень большие заблуждения заблуждение в чем многие считают картофель отцвел и больше в заботе не нуждаются а это не совсем так почему потому что от чечения до начала увядания ботвы происходит наиболее интенсивное нарастание клубней где-то 70 процента урожая формируется в этот период и вот есть и вы оставляете картофель без забот значит урожайность вас резко падает вашу ваши труды пойдут на смарку он знает напрасно какие что что надо обратить внимание какие заботы будем украдать картофель первое не забываем что и что сможет свирепствовать колорадский жук он может быть на кустах вот день где он опять появился но если помните в одном из роликов мы показывали как эффективно бороться колорадскую в против колорадского жука используя эту колорадского жука то есть раздавливая его раздавливать заливая водой этим раствором обрабатываем посадки и жук исчезает с ваших посадок это такое простое проверенное средство вот есть и другие средства можно взять картофель обработать и на прежа тоже луковой шелухой вот 300 грамм на 10 литров воды за заварить и опрос этим раствором можно доствором полы не обрезать это также как бы уничтожать колорадского жука это раз ну кто хочет химию тоже быстрее вот использовать химию конечно вот потому что что до копки картофеля время есть это нам позволяет время позволяет вот дальше что еще необходимо помнить значит что урожай картофеля чем дольше будет зеленая зеленая ботва тем выше урожай картофеля даже у ранних сортов поэтому не забываем об обработках картофеля против болезней в частности от фитофторы которые также как те помидоры подкашивает урожай картофеля обрабатываем тоже опять же выводите только химические средства типа ксихома пенкацеба вот точно также можно использовать фитоспорин и циркон ну вот тут опять же заметил что многие как бы обрабатывают только фитоспорином а это тоже неправильно почему неправильно потому что все болезни начинают привыкать к одному препарату поэтому чередуйте раз фитоспорин раз циркон ну и что ты или аналоги шажих тоже масса разных аналогов есть продажи вы поинтересуйтесь в магазинах которые торгуют этим ассортиментом и обрабатывать разными препаратами что раз повторюсь чем дольше зеленая ботва тем будет выше урожай картофеля ну что он сейчас наиболее наиболее сильно ну как нарастает дальше какой следующий не забываем ну кроме болезни в родине забываем о сорняках почему не забываем о сорняках сорняки вот в этом году погода очень засушливая сорняки подсушивают почву подсушивает почву и забирают влагу а вот эта влага нужна и растениям картофеля для формирования урожая вот оба сорнякам вот я хочу вам заметить сейчас вам покажу некоторые сорняки чтобы вы так представляли и скажу что он неправильно делается моя как бы пропалывает картофель и берут оставляют как бы вот эти сорняки пропололи и оставляют так вот так у радошках оставляют сорняки делать этого нельзя почему потому что сорняки почему их такая группа выделилась эта группа агрессивных растений которые могут давать сходы даже с недозрелых семян вот он сидит ширится ширится сидит и ширится ведь вроде колосочки только-только появились а ну там а там же семена вот и тут смотрите что получается есть и мы его ну беру вырвали положили на родочки нас эти семена дозревает она нашла с высыхать чем надо взрывают сыплются на следующий год там будет целое море это самых этих через зайдет поэтому все-таки сорняки удаляем то сам американка тоже американка ли галинцога вот она тоже вроде такие вот ромашечки все еще не дозрелые они тоже дозреют рассыплются на нашем поле ну это касается ну вот и американки вот ширится вот этого даже и горца касается город тоже будет на вашем участке вот значит все эти сорняки удаляем с участками вот и кстати некоторые используют гербициды на физиолат форте другие как бы на картофель но в эту пору это тоже нежелательно делать почему смотрите если вы используете гербициды надо было делать это раньше сейчас я бы уже сорняки начинают вы меняться ну-ка продуктивные органы колоска колоски там мятелочки уже их начали появляться нас начали появляться а любой гербицид что делать гербицид высушивает сорняк у нас явление с сорняками то же самое что в эту пору это семенные органы сформированные если мы сорняками обработали наш карту ну наш посадки картофель гербициды мы прошли сорняки высыхают но эти сена рассыпаются на следующий год становится опять море сорняков поэтому большой пользы от того что мы проходим химобработки гербицидами я уже не вижу вот а на своих участках у нас участки небольшие поэтому я думаю что в силах взять участок пройти сорвать сорняки нужно с корнем вырвать их и вынести за пределы поля и дальше вы их и не компостируем их вот или или сжигаем вот или закапанную землю от одной из двух один из двух путей чтобы бороться 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 сорняками опять же смотрите ну проборолись сорняка с вредителями болезнями сорняками погода сухая очень засушливаем если у вас есть возможность обязательно полейте картофель но поливать картофель необходимо в том что если ботва уже сомкнулась ботва такая сомкнутая сомкнутая стоит поливать картофель можно если у вас ботва не сомкнулась надо замульчировать замульчировать между радио будь то соломой будто опилками иначе от вашего полива толку не будет влага вся испарится появится корка и картофель вы чувствуете лучше хуже чем без полива возьмите это на вооружение вот эти ботва сомкнуть значит можно полить его конечно любой как сам растянуть эту самую эту установку пусть она прольет ваш картофель это только увеличит урожан и урожанность картофеля ну и его твоя подкормках ну подкормки в эту пору уже в аусе месяца если давать можно давать но если ботвату зеленые повыдающие ботве подкормку же большого эффекта не принесут и подкормку лучше давать не под корень тем более что под корень вы не не дадите ее трудно удалить до того корня даем по листьям даем по листьям 20-30 грамм любого сложного удобрения раствораем в воде и брызгаем соприска если проходим брызгаем ну некоторые скажут что травмируется ботва а между прочим для ботвы то что вы будете травмировать это полезно мы ее будем как бы приминать а приминаем приминаем ботву пойдет отток питательных веществ клубни так что бояться этого явления не следует что не влезть в картофель если вы сломали него примяли это только нормально еще один пункт который как бы повышает урожай картофеля мы о нем говорили это удаление завязи вы вот видели что на некоторых кустах появляются зеленые шарики эти шарики надо удалять и обязательно удалять по какой причине тут причин есть две первая причина что удаляете завязи эти круглые шарики зеленые на верхушках кустов мы повышаем урожайность это раз а во вторых есть мы эти шарики оставим они опадут на землю и на следующий год будут сходить членцы у нас можем и засором картофелем наш участок тем более учтите что вы если мы дар сайт любые другие культуры мы пера копаем и вашу мы найдем все работу на несколько лет будешь удалять сходы картофеля который будет появляться на тех рад кодирус когда-то картофель учитывается это явление когда приступил вот ну вот картофель растет но уже у некоторых скажут вот вы уже рассказывали нашу ваш картофель и зеленый а у нас уже который поврожденный уже болезнями вредителями но я как будто тоже это самое надо ли скашивать ботву ни в коем случае ботву не скашивать потому что особенность то картофеля какая его может быть листья у него остаются зеленые стебли раз зеленые стебли а стебли точно также продуцируют что питательные вещества который будет отказываться клубнях если мы удалим ботву рано и широкую зеленую ботву начал потеряем урожайность потому что процесс фотосинтеза будет даже без листьев процесс фотосинтеза будет повышаться продолжаться продолжается процесс этот и заклубь нарастают а удалили значит же все признаки по которым картофель точно уже надо удалять должна ботва засохнуть натуральным способом если ботва уже засохла сухая, но не только что желтая, она уже сухая видна, значит уже ботва отдала все что могла клубням, тогда уже смысл есть выкапывать, торопиться с уборкой не надо, тем более вот сейчас объясню даже, картофель должен засохнуть раз, даже на поздних сортах рекомендуется за две недели до уборки, но поздних сортах, вот наши вот там типа Сузорди, Выток там другие, Атлант, они особенность, что концы сентябра стоят зелеными, так вот всех сортов, которые стоят зелеными до самой уборки, если уже надо убирать срочно, в вашем регионе тоже сроки, уже подошла пора, их просто-напросто скашивают за две недели до уборки, скашивание что дает, скашивание дает, что поток питательных веществ прекращается в клубни, но клубни начинают покрываться кожура, кожура становится плотная, потому что если не сделать такое вот предуборочное удаление ботвы, клубни, кожура тоненькая, легко она повреждается и соответственно картофель будет плохо храниться, и торопиться с уборкой не надо по какой-то простой причине, смотрите, картофель на земле находится как бы у хранилища, он как бы у хранилища, днем может быть и жарко картофель, потому что картофель культура, которая лучше растет где-то 25-28 градусов, наиболее интенсивное клубнеобразование идет, вот, но ночью земля остывает, ночью у нас градус где-то 11-13 градусов, остывает, поэтому клубни все чувствуют хорошо, ну тут конечно нюанс один какой может ожидать, но от этого никто не застрахован, что часть клубней, которые будут находиться близко к поверхности почвы, они могут позеленеть, вот, но все позеленевшие клубни это не беда, вы можете использовать их потом как посадочный материал, все про зеленые клубни отбрасываем отдельно, сразу какие-то сеточки мы ложим их, чтобы не путать с основным картофелем не мешать, и мы потом использовать будем для посадки, вот, тем более про зеленые клубни, они очень хорошо хранятся, это раз, и они более устойчивы к болезням, это два, вот, если вы сделаете вот эти все, все эти пункты, вот, повторяюсь, поборьтесь с вредителями, поборьтесь с болезнями, с сорняками, польете картофель, дайте мне корневую подкормку, если вы эти пять пунктов выполните, значит вас ожидает очень хороший урожай картофеля, и картофель будет хорошо храниться, потому что многие болезни, вот та же фитофтора поражает не только ботву, она потом попадает на клубни, и клубни начинают зимой загнивать, а что учтите, уделите внимание вашему картофелю, и он одарит вас богатым урожаем, вот, смотрите наш ютуб канал, подписывайтесь, до свидания, а вам хороших урожаев!